Мы свидетельствуем, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Свидетельствуем то, что Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, раб и посланник Аллаха. Аллах, субханаллах, тот, который повелевал справедливости в хукмах, где сказал Всевышний Аллах, субханаллах, «Если вы рассуждаете среди людей, то судите справедливо». Также Аллах, субханаллах, повелевал справедливости в словах, «Если вы что-то говорите, то говорите справедливо». И Всевышний Аллах, субханаллах, предупреждил и остережил, чтобы человек верующий не вводил неверие другого верующего человека. «Не говорите тем, которые вам говорят, салам, ты неверующий». И мир и милость посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, посланник милости, который сказал, «Изэя калалраджулу и ахихи, я кафир, фа кад баа биха ахаду хума». Если сказал человек своему брату, о неверующий, поистине это вернется одному из них, раваху аль-бухари. Также посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, запрещал думать плохо о людях. И сказал посланник Аллаха, «Изэя калалраджулу халаканнас». Если сказал человек, погублены люди, фа ху ахлякахум. Он тот, кто погубил их, раваху муслим. Еще раз хотелось бы сказать, уважаемые братья и сестры, на сегодняшний день мы видим много в мире смут. Не знаешь, где истина, а где ложь. Поэтому пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Бадиру бил амали салиха». То есть спешите творить благие дела. Аллах, субхану а та аля, сказал то, что я каждого из вас спрошу в судный день то, что вы делали. Аллах, субхану а та аля, никого не будет спрашивать за те действия, почему он такого-то человека не вывел из ислама. Всевышний Аллах, субхану а та аля, свидетель. Мы находимся в доме Аллаха, субхану а та аля. То, что эту хутбу я написал, когда увидел, когда был свидетелем, когда один мусульманин ругается с другим мусульманин и говорит ему самые плохие слова, говорит ему, ты неверующий, ты муртад, я мушарик. Когда люди пишут, переписывайте с мейском, не считайте за таким-то таким-то имамом намаз, потому что он мушарик. Все эти, которые пишут, субхану а таиллах, нигде даже не учился, в интернете набрал разные эти, без далиев и без всего, и там какие-то вещи говорит. Хочет разорвать ряды мусульман. Валлахи аль-разим. Хочу я, иншаллах, от этого, иншаллах, иншаллах, субхану а та аля, чтобы с любовью к таким людям, чтобы, иншаллах, они своими же руками не портили сами же себе свою жизнь. Всевышний Аллах, субхану а та аля, свидетель. Я не говорю эти слова, чтобы приблизиться к людям или чтобы люди были довольны мной. И не говорю о страхе перед какими-то людьми, но я говорю, когда увидел это своими глазами. Пророк Мухаммад, саллаху а алейхи вассалям, после меня, после моей смерти, не возвращайтесь неверия, не бейте плечи других. Посланник Аллаха, саллаху а алейхи вассалям, от Абии Хурейра, хадис приводится, было два брата из Бану Исраил, один из этих братьев был поклоняющим Аллаху, субхану а та аля, боялся Всевышнего Аллаха, старался на пути Всевышнего Аллаха, а второй брат был грешником. И тогда этот поклоняющийся Аллаху, набожный брат, приходил к своему грешнику и говорил, бойся Аллаха, и тогда на что он ему отвечал, отставь меня и моего Господа. Аллах тебя послал, чтобы ты был, алейхи вассалям, а чтобы ты был наблюдателем за мной. И вот этот, который поклоняющийся Аллаху, брат сказал, клянусь Аллахом, Аллах себя не простит. Клянусь Аллахом, Аллах не ведет тебя в рай. Если вкратце сказать, он его вывел из ислама, потому что Аллах сказал, Тот, который поклоняется кому-то, чему-то, помимо Аллаха, Аллах запретил для него рай. То есть ты не войдешь в рай, он ему сказал, для тебя рай запрет. Тогда Аллах забрал их души, и они встретились на небесах у Аллаху, и сказал Всевышний Аллаху, этому поклоняющемуся брату, Аллах сказал, ты лучше знаешь меня, кто попадет в рай, а кто нет, кому я прощу, а кому нет. У тебя то могущество, которое в моих руках. И сказал Аллаху грешнику, иди, заходи в рай, по моей милости. А тому поклоняющимся, Аллах поверевал ангелам, бросьте его в ад. Абу Хурейра, Рад Аллаху Айну, сказал, клянусь тем, в чьих руках моя душа, клянусь Всевышним Аллахом, он сказал такое слово, то есть решил за Аллаха, погубил свою эту жизнь, мирскую и вечную. Хадис сахих, достоверный хадис, Рад Аллаху Имам Ахмад. Поэтому, хотим обратиться тем людям, которые спешат вывести своего брата из религии, которые спешат в своих словах. Если кто-то на кого-то сказал, когда-то, на мусульманина, на веру человека, ты неверующий, ты муртад, ты мучрик, пусть он у него попросит прощения, и попросит прощения у Аллаха, пока Аллах даровал ему эту жизнь. Вот тот, который выводит, взял на себя такую ответственность, выводить людей из религии Аллаха, субхану и та'аля, вот тот, который распространяет такие письма, что такой-то имам мушрик, такой-то имам кафир, в Судный день Аллах спросит себя об этом письме. Это доводит отсюда начало из протяжения веков, то, что вот такие вот мысли доводили до того, что мусульмане, то, что люди убивали друг друга, происходили кровопролития. Где будет у человека, а это начало с этого начинается, это кафир, ты кафир, ты муртад. Какой же будет ответ тех людей, которые убил своего брата? Посланник Аллаха сказал, в Судный день придет тот человек, который убили, и тот убийца, который его убил, в Судный день, Пророк Мухаммад, придут они, у него будет на руках его голова, и с его плеч будет течь кровь, и он скажет, о, мой Господь, о, Аллах, спроси его, за что он меня убил. И он подойдет к аршу, к трону Аллаху, прибыли, скажет, спроси Аллах, за что он меня убил при жизни. Поэтому обращение молодежи, и также у нас есть дети, поэтому, нужно всегда смотреть, с кем они общаются, какие они мысли берут. Поэтому всегда нужно, сначала направлять наши, иншаллах, силы, направлять, нашу, жизнь, она так коротка, дорогие братья, Рамадан так быстро пролетел. Поэтому, иншаллах, человек бывает просыпается и думает, как бы этому человеку сделать такфир, как бы этого, где бы найти ошибки других людей, и так далее. Поэтому говорим таким людям, изучай Куран, бери знания, поэтому, иншаллах, и тогда распространяйте знания на пути Аллаха, если в твоем понимании кто-то неправильно что-то делает, то возьми знания, чтобы ему объяснить, чтобы сделать ему насыщение ради Аллаха, субханава та'алла. Поэтому, иншаллах, да, Аллах, субханава та'алла, чтобы вел нас по истинным путям, иншаллах, до сутного дня, и обращаясь к этим людям, сам же не разрушай свою жизнь своими руками. Поэтому, это возвращается все тебе, тот, который говорит, на верующего, «Тени Верующий», «Аقول ما تسمعون, «Астغфор الله لي ولكم», «Волисائр المؤمنين من كل ذنبه», «Фастغфروه إنه «والغفور رحيم», «الجواد الكريم», «السميع الدعاء». «Астغфор «тегова не»» «Астغфор «тегова» «тегова» «הправافور رحيم»», «Тени Верующий», «elкова» «to rue» «wтак», «call», «to rum».